где линии кроватей уходят в перспективу. Персонажи камеры выставлены таким образом, что человек стоит на светлом фоне, боковой свет светит внутрь и светит тут на все подряд. Рефлексы от света в самом полу. Салют, оперпосты, и снова у нас сегодня разбор трейлера. На этот раз будем смотреть трейлер «Мандалорца». Я думаю, многие из вас знают, по какому принципу вообще снимается этот сериал. Ну, давайте освежим вообще, просто пробежимся в памяти по бэкстейджу предыдущего сезона. Я думаю, что второй сезон и первый сезон снимались одновременно. И в одних и тех же условиях. Снимался сериал в таком павильоне, где 360 была выстроена светодиодная стена с экранами. Также был использован такой тоже экран-потолок. Ну, судя по всему, какого-то менее качественного экранного полотна. То есть, скорее всего, стена – это какие-то мелкие пиксели, более дорогая такая история, потому что снималась в основном на нее. А верхняя часть – это такая, какая-то более техническая история, которая служила, скорее всего, просто как источник света. И плюс отражение непосредственно в самом шлеме «Мандалорца». Потому что видно, что он и под углом, этот экран работает плохо. И плюс видна такая амуарная сетка, когда экран, телефон… Когда на телефон фоткаете экран своего компьютера, думаю, видели, там все так вот в такой сетке расплывается. Так вот здесь на бэкстейже тоже видно такую сетку на верхнем экране. А на том экране, который видим вокруг, такой сетки нет. Скорее всего, там более мелкие пиксели используются. Так вот, все эти фоны интерактивные, двигаются вместе с объектом, вместе с камерой. То есть, если мы перемещаем камеру, то у нас перспектива фона меняется. Все это делается с использованием технологии Unreal Engine 4 на движке в реальном времени. То есть, фоны быстро настраиваются, быстро меняются. Можно добавить что-то, что-то убавить. Можно сделать день, ночь, пасмурные облака, ясное небо и так далее. В общем, думаю, вы без меня это все прекрасно знаете. Миллион уже видео вышло на эту тему. Также еще хочу отметить, как в некоторых ситуациях они ставят свет. Во-первых, они затемняют ту половину экрана, которая работает со стороны камеры. То есть, мы снимаем нашего героя на светлом фоне, и, как правило, на улице мы затемняем героя какими-то рамами. Но им, чтобы затемнить героя от камеры, достаточно просто ближайшую камере половину экранов просто приглушить по яркости. Также они используют просто какие-то световые пятна на экране, кладут какой-то блик на стену, и он работает как мягкий рисующий свет на нашего героя. Также я заметил, что иногда они вынимают какие-то экраны. Допустим, как здесь видим, на мой взгляд, это вынули часть экранов, поставили там фростраму, и в нее долбанули из-за экранов каким-то мощным источником света, чтобы, опять же, обрисовать нашего персонажа. Вот также перед тем, как разобрать сам трейлер, хотелось бы посмотреть, на что он снят. Опять заходим на сайт IMDb, и видим, что этот фильм, этот сериал, вернее, также снят на Ари, Алекс и Лев, как и предыдущие разборы, которые я делал, это Дюна и Бэтмен. Объективы здесь использовались, Panavision, Ultra Vista. Опять же, про Panavision не будем ничего рассказывать, у нас этой оптики нет и, скорее всего, не будет. Поехали разбирать сам трейлер. Видим, что в этой сцене у нас по фонам это наш светодиодный экран, да, и при этом у нас есть какой-то точечный источник, который светит на нашего персонажа сверху, такая имитация каких-то уличных фонарей на дорожке. Конечно, будет море графики и всего такого. Также здесь видим, скорее всего, вот эту часть. Это у нас светодиодный экран. Почему я говорю светодиодный? Светодиодный, скорее всего, просто экран. Ну ладно, будем считать, что он светодиодный. Короче говоря, это наш экран с графикой. Здесь какой-то реквизит, что-то физически какие-то объекты стоят. И при этом сам экран, в отличие от хромакея, чем эта технология лучше, чем хромакей? Мы видим, что у нас мокрый пол, и в этом мокром полу отражается свет, который идет от неба, отражается в шлеме нашего Мандалорца. То есть, по сути, эта технология именно нужна для того, чтобы в отражениях стекла, в отражениях самого шлема мы видели не хромакей, который потом приходится перекрашивать, графикой переделывать, а сразу видим реальное отражение того, что мы видим, собственно говоря, на экране. И в этом, конечно, эта технология суперудобная. Вот о чем я и говорю. То есть, мы в верхней части шлема видим вот этот технический потолок, который сделан из каких-то дешевых экранов, но он служит именно для того, чтобы просто отражаться в самом шлеме и давать какой-то свет сверху. Также вот эти все отражения, это отражение самого экрана, то есть, отражение его во всей виброне. То есть, он, по сути, это такой зеркальный круглый шар, в котором, если бы не было вот этой декорации, просто бы офигели бы вырезать этот хромакей, либо пришлось строить реальную декорацию вокруг него, если бы это все отражалось. Этот кардер, кстати, скорее всего, мог быть снят и графикой, то есть, вокруг чувака видно какой-то блюр непонятный. То есть, возможно, это и экран сзади, а по переднему плану просто вот эта реальная какая-то корабельная выгородка, либо ее уже дорисовали как-то потом. Но тут сложно определить, конечно. Но опять же, видим, что у него отражение такое немножко неестественное, которое идет в основном только сверху от неба, а все, что вот так вот от камеры здесь, вот так все затемнено. Поэтому у него такой шлем темный. Вот опять же, тут, скорее всего, у нас где-то есть переход на экран. То есть, тут у нас все графоний. При этом, скорее всего, какой-то жесткий контровой свет на них идет через какую-то дырочку, потому что, ну, сам экран сам по себе яркость такую не даст, чтобы сделать им такой жесткий контровой от солнца. То есть, скорее всего, вынимается какой-то квадрат с экранами и в него светится ярким лучом. Вот здесь еще интересно, не совсем видно, где находится фон. На мой взгляд, он прямо здесь, прямо очень близко к нему расположен. То есть, они перекрыли вот этими снежными льдинами непосредственно сам вот этот задник. И вот, что ли, он прямо получается так близко. То есть, непосредственно вплотную герой уже стоит к фону и ничего, нормально, в принципе, эта сцена считывается. Ну, вернее, сам фон не считывается в этой сцене. Только если мы знаем, что там светодиодный фон, то мы начинаем приглядываться. А вот он действительно. Также, когда он идет боком, то это просто вот задник именно вот из этого светодиодного фона состоит. Интересно. То есть, мы вот в этом кадре видели края вот этого телевизора, который по кругу расположен. И, скорее всего, вот эти края, ну, может быть, это не прямо они, но близко к тому, что он начинает идти, заходить в это помещение, как будто бы он заходит в саму декорацию. То есть, вот эти телевизоры пошли по кругу. То есть, они в центре выставили реальный ринг, но за рингом вот это вот уже идет сам фон. То есть, вот он, как в этом кадре. В центре стоит ринг, а за ним уже сам фон, и видим, что... Да, и сверху подвесили какой-то источник света, который этот ринг освещает. Ну, то здесь у нас, опять же, там, компьютерный фон, какой-то там яркий контровой на этого персонажа, плюс там на ребят проходит. Могли вполне какой-то вешать источник уже непосредственно в самой декорации. Здесь также видим, что границы фона и, ну, вот этого цифрового задника и пола перекрыты вот этими ступеньками какой-то некой конструкции, которая не дает нам увидеть, где экран состыкуется с полом. Поэтому он везде частично перекрыт, где-то сценой, где-то какой-то мебелью. То есть, этот стык все время прячется. На самом деле, вот он не до конца тут спрятан. Видно, что вот здесь стыкуется фон и пол. Вот это пол, вот это фон. И лишь вот досюда он закрыт какими-то ступеньками. Но это только нам, дотошным зрителям, операторам, это бросается в глаза. Обычный зритель, конечно же, никогда и не увидит, не поймет, что там с этим фоном не так. И в обратную сторону такая же история. Здесь также ступеньки перекрывают, здесь сцена перекрывает стык фона. Кстати, у нас в Москве и в Питере, я знаю, уже есть несколько студий, которые занимаются именно вот такими цифровыми задниками с живыми какими-то фонами компьютерными, где можно прийти, поставить камеру и снимать прямо уже на каком-то волшебном, придуманном фоне. Допустим, у вас там какой-то волшебный лес, вы не можете найти такую локацию, вы можете просто нарисовать его на компьютере в программе, там, на движке Unreal Engine, просто подставить его, и у вас будут двигаться фоны вместе с камерой. В общем, на мой взгляд, технология заслуживает внимания, мне кажется, за ней вообще будущее. Павильоны будут расширяться, эти куполы будут становиться все больше. Представляете, какой-нибудь павильон на Мосфильме, там, тысячу метров, который будет полностью покрыт вот этими видеоэкранами, и ты просто заходишь, включаешь фон, и у тебя, бах, какая-то планета вообще другая, и тебе не нужно ставить свет, тебе не нужно приборами завешивать это все, и просто завесил весь павильон вот этими экранами. Такая технология, кстати, была в фильме Oblivion с Томом Крузом, где огромный павильон был завешен белыми тряпками, и на эти белые тряпки из центра павильона светили проекторы, мощные проекторы, которые как раз и создавали вот эти фоны. Но они не были интерактивными, то есть при движении камеры движение фона никак не повторяло движение камеры. То есть перспектива фонов не менялась. У нас был просто проектор, который светит определенным куском на фон. В общем, вот эта технология с Unreal Engine, когда мы перемещаем камеру, и фон у нас тоже немножечко начинает жить, объекты на фоне начинают тоже перемещаться относительно камеры. на мой взгляд, это куда круче. Плюс также сам вот этот экран, он также может являться источником света, то есть мы можем включить небо яркое над персонажем, оно будет светить, либо сделать контровое небо, а там, где нам нужно создать какое-то солнце, свет от каких-то точечных источников, там мы уже добавляем, вынимаем квадрат, вставляем туда свой прибор, и он просто так и работает через этот экран. Так что будем осваивать эту технологию здесь, в Москве. Надеюсь, это видео для вас было полезным. Подписывайтесь на мой канал, если вы еще не подписаны, ставьте лайки. С вами был Алексей Андреев. Увидимся с вами в следующем видео. До новых встреч. Пока! Субтитры подогнал «Симон»!